Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показывает в Ападон. И сегодня я хочу с удовольствием представить вам книгу про обезьянку Янку. И это вовсе не кличка маленькой девочки. Итак, Милош Мацуорик, Адоль Борн. Это чешские писатели-художники. Они, собственно говоря, продолжают замечательную линию чешской детской литературы. которые представляют нам такой цикл веселых рассказов об этой самой обезьянке Янке Орангутанговой. Орангутанговой. У нее есть фамилия, конечно, Орангутанговая. Но, как вы понимаете, здесь очень важно, очень многое зависит от перевода. Я еще скажу об именах, о переводах. А сейчас два слова, раз уж зашла речь о чешской детской литературе. У меня есть целый сюжет в цикле прогулки по Праге. По одному из самых любимых моих городов мира. Где мне посчастливилось побывать в свой последний, шестой приезд туда на две недели. Но я постарался обойти просто все литературные места, какие мог, и наснимал, и наговорил чего-то. Конечно, это не дотягивает до настоящего документального кино. Но в том числе я заходил во все книжные магазины, куда мог, и внимательно просматривал разделы отдела детской книги. Всего того, что я детской литературой интересуюсь преимущественно, а чешская детская литература для меня не пустой звук. Это, конечно, и Карл Чапок со своими замечательными вещами, и Йозеф Чапок, это его брат. Это, конечно, и замечательные чешские современные писатели. Некоторые из них время от времени появлялись у меня в блоге. И вот там, именно в этом сюжете, я сразу о нескольких книгах, переведенных на русский язык, разумеется, и изданных, я же для русского читателя рассказываю, изданных в наше время, в наши дни, значит, у нас в стране, некоторых детских чешских писателях рассказываю. И вот я очень рад, что есть еще одна теперь книжка у меня для вот этого сюжета. Обезьянка Янка. Обезьянка живет в зоопарке. Это сказка, поэтому зоопарк у нас такой, где звери работают зверьми в зоопарке. Вы же помните, кем работал крокодил Гена? Правильно, он работал в зоопарке кем? Крокодилом. А когда рабочий день заканчивался, он уходил, значит, по-моему, в заколовочек, помните, в мой фильме, да, одевал пальто, брал трубку в зубы, шляпу, да, и шел домой, как нормальный любой другой советский служащий, да, значит, возвращался с присутствия. Вот, а Янка и живет там в зоопарке, там дверь живут, но по вечерам там такая скукотища. Ведь ни аттракционов, ни развлечений, ни каких-то игр в парке не предусмотрено, потому что это хоть и парк, но это зоопарк. Он называется зоопарк. И на первой же странице Янка Горисовна нам говорит, ну какой же это сад? Ну где здесь вкусная редиска, где здесь капуста посажена, где здесь какие-то там цветочки цветут, перечисляют, да. Здесь просто звери живут, вот в таких вот вольерах, вот в таких вот загонах, да. Ну что, смешно это называть садом, но тем не менее это зоологический сад, и там по вечерам очень скучно. Янка у нас такая девчонка заводная, она все время бедокурит, и в общем это совсем не та мама обезьяна, вы же помните, да, советский мультфильм, которая вечно страдала из-за своих непоседливых детишек. Здесь в принципе одной достаточно, чтобы весь зоосад поставить на уши. А ставит на уши его вполне грамотно. Должно быть, вас развлечет какая-то из этих историй особенно, но я просто от первой-то не смог отойти, потому что я представил себе очень наглядно, у меня вообще слишком живое воображение, этот звериный маскарад. Любой мультик Мадагаскар отдыхает по сравнению с тем, что придумали эти авторы. Звери нарядились, точнее зверятки, конечно, детеныши, нарядились, значит, друг в друга. Вот, они даже умудрились, значит, испортить льву гриву, и лев отказался эту гриву, это очень смешно нарисовано художником, отказался эту гриву после этого надевать. Вот, директриса, да, разводит руками, что же это такое, да? Значит, а почему он отказался надевать? Потому что у него, если вы как следует повспоминайте, то вы сразу найдете, это у нас Янка Арнгутангова во всей красе, посмотрите, какая она, значит, здесь. Вот, а это гневный лев, который держит, значит, за шкирку свою гриву, ну, шиньон, шиньон, ладно уж, не будем притворяться, это шиньон, вот. Да, а кто не знает слово шиньоны, может спутать с шампиньоном, для тех я скажу уже просто вообще, просто в открытую, абсолютно неприлично. Это парик, он лысый, он просто лысый, это нормально. И вот лев этого ужасно стесняется, он гриву отказывается надеть, потому что она безнадежно испорчена. А если мы повспоминаем, то мы вспомним еще одно существо из детской литературы, ну, конечно, это Бада, да, из книги Зоки и Бада. Помните, у него были рога праздничные, рога домашние, рога обычные, вот, рога какие угодно. Но в том числе и рога для того, чтобы общаться с Зоками. Вот, очень много смешного происходит благодаря Янке в зоопарке. Здесь по-настоящему детективные истории рассказаны, но надо сказать, что в пределах одного рассказа история начинается и заканчивается, то есть это коротенькие вещи. Взаимоотношения между ними, несмотря на очень много нюансов, помните, я вам обещал рассказать про переводы, например, говорящие имена. Вы же понимаете, что, в принципе, фамилия Белка – это нормальная фамилия. Ну, как Зайцев, как Козлов, как Медведев, вот, это абсолютно нормальная фамилия. Но когда речь идет о зоологическом саде, где есть реальный мистер Белка, значит, пан Белка, естественно, да, где есть реальный, значит, Заяц, да, это начинает уже играть какими-то необычными, значит, и более того, здесь есть мистер Корж, да, а есть мистер Морж, и Морж – это не Корж, а Корж – это не Морж, хотя иногда Морж ведет себя как Корж, а речь, разговаривая о Морже, мы имеем в виду Коржа и так далее. То есть, как ни рассказывай, это словами не передать, надо читать. Тут, конечно, позаботился переводчик о том, чтобы это заиграло. Книга играет и многими другими красками, в том числе очень добрым юмором. И художник тоже как бы на этой волне, да, поддаваясь автору, умолительными совершенно рожицами снабдил каждую страницу без полосной иллюстрации, то есть без иллюстрации на целую типографскую полосу, да. Вот эти вот замечательные мордашки, которые здесь как рисунки на полях, вот прям так вот подбывают немножко дорисовать, подписать что-то, да, они, как мне кажется, провоцируют ребенка на прекрасную, древнюю как мир игру с карандашом и бумагой, да. Здесь он может, слушая вслух, когда ему читают эту книгу, если он у нас дошкольник, значит, показывает пальчиком, узнавая в персонажах то, что с ними происходит на странице. Вот. А может потом сам попытаться нарисовать, проиллюстрировать этот сюжет. Вот. А здесь у нас практически все герои во всевозможных позициях. У книги также очень много полезных, практических свойств, которые как-то так незаметно, ненавязчиво авторам встроены в текст, вмонтированы. Ну, например, правила поведения, что можно, а что на самом деле нельзя делать в зоологическом саду. На прямке это не расскажешь, потому что, еще раз повторюсь, здесь у нас звери, это сказка, звери у нас как люди, да, они хоть там живут и работают, да, но они, в общем, немножко по-людски себя ведут, вот. У них просто обязанности такие быть зверями. Соответственно, как себя можно вести, как стоит или не стоит слушаться взрослых, да, значит, а какое имеет последствия некоторые наши поступки. И как иногда важно идти за мечтой. Мне очень понравилась финальная история о большом и светлом моржовом чувстве, которое посетило вполне себе такого, значит, моржа, здоровака такого, знаете ли, уже уважаемого Седовласова, чуть не сказал, хотя что у него там сидеет, я не понимаю, бивни, значит, гражданина, да, господина. Вот этот пан, он как бы стремится свои чувства, свои чувства реализовать. И ему для этого придется конкретно попутешествовать, как вы понимаете, да. Ближайшая моржиха находится на расстоянии, помните, как на Северном полюсе указание, Лондон 3000 километров, Париж там 4000 километров, вот, в разные стороны. Вот. Янка, конечно, наводит там шороху в этом зоопарке очень веселого. Я начинал свой рассказ с маскарада, и первое, что мне вспомнилось, когда я читал книжку, это, конечно, Марианна Дюбюк «Маскарад зверей». Это книжка для совсем малышей, она без текста, вот, ну, там несколько слов есть буквально, значит, подпись каждого живого существа, потому что не каждого его знаешь, которые нарядились, все звери нарядились друг у друга. Это необычайно смешная книга, очень изобретательная. И вот этой-то вот веселой, совершенно буйной какой-то, очень доброй при этом изобретательностью пронизана сама книга, и пронизанных иллюстраций к ней. А еще, конечно, я вспоминаю великолепную книжку Анечка Невеличкая и Соломенный Губерт, ведь я слава не звала, которая в моем детстве просто вот на счастье мне попалась, с изумительными иллюстрациями пивового, нашими, отечественными. Вот такая вот обезьянка-янка. Читайте, наслаждайтесь. Замечательная совершенно история про веселые. Не побег из зоопарка, как вот в голливудских мультиках, на веселую жизнь в самом зоопарке, потому что на самом деле мы с вами, друзья, из-за этого сумасшедшего дома сбежать никуда не можем. Мы тут и есть. И хорошо, что есть такие нарушители спокойствия, возмутители спокойствия, как Янка Рангутангова. Спасибо за внимание.